Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер дорогие друзья, в эфире вечерний разговор, меня зовут Александр Стукалов И сегодня наша передача выйдет 19 января, великий праздник крещения И поэтому у меня сегодня в гостях его высокопроисвященство, митрополит Кишиневский и всей Молдовы Владимир Добрый вечер, Владыка Добрый вечер, Александр Мне Владыка разрешил называть Владыкой И поэтому я хочу, чтобы мы с вами сегодня поговорили и о празднике, и о вас Спасибо, рад Да, значит Да, вот даже, честно говоря, а когда вас потом благословение просить? Вначале или потом? А то когда вы желаете, обычно всегда при встрече православные христиане приветствуются, и если встречается со священнослужителем, он просит Божьи благословения, и священнослужитель всегда своего верующего человека благословляет То есть вы можете меня сейчас благословить? Да, Бог святой благословит на все добрые дела, спасибо вас за приглашение, и когда приходят в гости всегда, приходят с каким-то маленьким сувенирами, подарочком Поэтому в этот день я тоже пришел к вам с церковными календарями, которые тут есть на всех языках, и они, я думаю, послужат вам в помощь в дальнейшем ваших передачах Спасибо большое А также хочу поблагодарить вас и за то, что вы угощаете всех ваших приглашенных вкусным кофе Спасибо большое Так вот, давайте вернемся к кофе По одной простой раз кофе на столе Значит, сначала надо выпить глоточек водички для освежения наших рецепторов Спасибо, прислушиваемся Ну, а потом кофе Ну, насколько я в курсе, вы были на горе Афон, само собой, как, чтобы митрополит всей Молдовы не был на горе Афон, а в сколько раз там были? Я на горе Афон был четыре раза А, это были кратковременные визиты или были большие? Первый раз в 2001 году я был во главе церковной делегации от патриархии И возглавлял делегацию в составе 11 человек на праздник святого великомученика Пантелеймона Служил в этом монастыре И, конечно, как принято на Афоне Начал с вечера и утром закончил службу Для нас, тех, которые привыкли так быстрее как служить, как принято у нас Было немножко тяжеловато, но зато мы узнали, как на святой горе молятся, как на святой горе служат И это было очень приятно Тем более, что я о святой горе Афон много знал от своих родителей, от своего дедушки Мне рассказывал, когда еще был маленьким И поэтому я очень рад был, что тогда патриархия меня направила во главе делегации В которой входило еще два архиерея и несколько священных служителей Поэтому я посетил тогда и успел после службы еще посетить 11 монастырей на святой горе Это, вы знаете, где там есть монастырь, это, по-моему, Ватопецкий, да? Который, где Штефан Челмаре Да, есть такой знаменитый монастырь, в котором хранится и флаг, стяг Штефана Челмаре Я был, я видел это, конечно, прикоснулся к нему По благословению настоятеля этого монастыря Конечно, это бывают редкие случаи, когда он позволяет хотя бы посмотреть, хотя бы взглянуть А мне вот удалось такое Прикоснуться к реликвии, да? Да, к реликвии И я вот знаю, что когда приезжают паломники на Горуафон, их там архардричные встречают Да И там всегда подают стаканчик водички, сладкий кофе, большой кусок рахат-лукума и рюмочку виноградной раки Так Вот, так что мы будем... У нас, конечно, виноградной раки сейчас нету Да, нет, ну... Ну, я думаю, на праздник у каждого молдаванина на столе есть Но вместо раки, наверное, есть большинство стаканчиков вина молдавского Ну, а мы будем сейчас пить кофе практически как Горуафон, да Между прочим, это кофе, который мы сами жарим Мы сами жарим и пытались воссоздать кофе, который пили в Кишиневе 200 лет назад Как его пил Пушкин, потому что я нашел в литературе, что вот в Одессе и в Кишиневе Тогда пили ливанский мок, это была смесь еминско-эфиопского кофе И вот тут у нас тоже есть Эфиопия и есть кофе с Бразилии, который поминает старый еминский сорт Я тоже думаю, что, наверное, Бадулецку... Бадони тоже пил кофе, скорее всего Надеемся, что да, потому что это же была тогда Российская империя Мы знаем всегда, что во время, ну, скажем, турецкого ига, если можем там назвать по тем временам Конечно, кофе тогда пили в Молдове Но со временем уже все привыкли к тому, что должны пить чай Он как бы более подходит к нашему климату И тем более, что у нас имеются все необходимые, ну, скажем, цветы, стебелечки Вот я помню, бабушка в детстве собирала малину и сушила вот эти стебелечки вместе с ягодками И зимой варила вот такой чай И мы пили такой чай Потом из веток вишни и много-много другое И поэтому тут больше пили, потому что имелось еще варить чай А я хочу сказать, получается так, что вот Бадулеску, Бадони, Сулима, тот же потом Серафим Чичагов То есть вы тоже получаетесь в этом ряду Ну, это мои предшественники И я очень рад, что вот двоих вы назвали Это говорил Бадулеска Бадони и Серафим Чичагу Которые уже канонизованы Бадони, нашу православную церковь А Серафим Чичагу канонизован уже русской православной церкви И мои двое из предшественников являются святыми, к которым уже мы сейчас обращаемся за помощью и ходатайством перед Богом Владыка, скажите, пожалуйста, насколько я знаю, вы родом из Буковины Да Ваш язык детский, молдавский Да А как, вот мне просто интересно, ваши родители Вот я читаю вашу биографию, я не нашел Ваши родители к церкви Они были просто верующими, но они не были священнослужителями Как вы пришли к церкви, просто-напросто Как вы пришли к служению церкви? Я из детства воспитывался в православной семье И дедушка с бабушкой, и мама с отцом И все наши родственники были очень близки к церкви Моя мама до самой смерти почти, до болезни И ее сестра, дядя наш, один дядя, второй дядя Они пели даже в церковном хоре И меня всегда с детства мама брала в церковь Это были хрущевские времена Я родился в 52-м году А хрущевские времена как раз в конце 50-х годов 58-й, 59-й, 60-й, до 62-го года Закрывались церкви И поэтому мама меня будила очень рано Потому что службу у священника должен был закончить в церкви до 8 часов утра И в 8 уже сообщить в примарию, что служба закончена и все уходят домой И поэтому я всегда с мамой в часику 5 утра вставал И церковь от нас далеко была Где мы жили? Мы жили под лесом Это 3,5 километра до церкви Приходили туда Но священник тоже боялся показать, что в алтаре находится ребенок И поэтому я в алтаре в Панамарке возле печки Там было мое место, куда я приходил Заодно и грелся, слушал службу И если надо было причащать меня Он там возле этой печки меня и причащал И поэтому я рос в православной семье Я могу сказать, что вообще в нашем селе большинство это православные христиане Более того, самый близкий монастырь тогда, к тому времени Это у нас был Почаевский, 170 километров от Черновиц И дедушка посещал Почаевский монастырь Мама посещала Почаевский монастырь И всегда меня, как ребенка, чтобы покататься на автобусе Брали меня в этот монастырь И я с 5 лет уже посещал этот монастырь Более того, дедушка у меня был лесничим Папа был в одно время лесником И другие родственники тоже связаны с работой в лесу И они всегда старались воспитывать меня так, чтобы была любовь И к церкви, и любовь к природе, и любовь к истории И дедушка, когда приходил из леса Конечно, это были эти самые 60-е годы Как раз тогда, когда и деньги менялись И были эти копейки по одной, по две, три, пять И дедушка мне давал этих копеек И научил меня и считать, и читать Я уже в 5 лет умел и читать, и писать, и даже знал молитвы На молдавском языке? Нет, не все на молдавском Потому что это Украина Книги на молдавском языке не особо было И все детские книги у меня были на украинском языке Поскольку это Украина Вы разбавляете на украинском языке? А как же? И дедушка мне покупал всякие украинские книги У дедушки были книги на церковно-славянском языке И я еще до того, как пошел в школу Уже читал на церковно-славянском языке Выучил молитву большую, эту молитву верую Ну, отче наш и другие молитвы Я уже на память знал еще до того, как пошел в школу И когда пошел в школу, а в молдавскую школу ходил Я уже знал на зубок всю эту школьную программу Потом учился 8 лет в молдавской школе И в нашем селе, поскольку были 3 школы Одна молдавская и две украинские В 9-10 класс я пошел и уже поступил в украинскую школу Поэтому я учился и на молдавском языке И тогда были, конечно, и уроки русского языка Учил, уроки французского языка учил И когда пошел в украинскую школу Полностью уже учился по-украински Поэтому 8 лет учился в молдавской школе И 2 года учился в украинской школе Немножко было сложно Потому что в селе у нас говорили по-молдавски Как тогда принято и сейчас так и осталось Но сейчас у нас уже молдавской школы Школы в селе нет Только украинская школа И поэтому с 1 по 10 класс уже украинская школа То есть и вы, насколько я знаю, вы потом еще поступили в ПТУ? Да ПТУ-то было подготовительные такие курсы для водителей У вас стаж вождения получается уже? Я учился, а то недолго было Учился на водителя профессионала Хотелось быть и водителем профессионала Потому что до армии уже осталось совсем мало времени И некуда было поступить И поэтому я проучился, а потом уже пошел в армию А почему некуда было поступить? Или тяжело? Нет, ну так обычно после армии уже принимали, учился А если учился, могли не взять в армию А я очень сильно хотел служить в армии И я с малых лет сильно любил порядок Который люблю до сих пор И я хотел даже стать военным И когда на все эти комиссии призывные Меня спрашивали, кем ты хочешь быть? А я говорил, что я хочу быть военным моряком А потом друзья мои, одноклассники Один хотел поступить в Сызранское вертолетное училище А поближе к нам было только Камниц-Подольское Высшекомандное училище А я решил поступить туда Я прошел все комиссии По здоровью все нормально А мой друг не прошел Как будто мы должны были учиться вместе в Сызрань И он не прошел комиссию Ну и тогда и я тоже сказал, никуда не пойду И я прошел все комиссии И не пошел Но в личном деле где-то в военкомате Там осталось, что я хочу быть военным моряком Хотя это Камниц-Подольское Высшее военное училище Это было сухопутное И потом, когда уже призвался в армию Вот ко мне тоже подошли И говорят, вы хотели И потом, думаю, в продолжении разговора Я уже расскажу и вам об этом И вас забрали служить? Меня забрали служить на Черноморский флот Прошел подготовку, учебку Это какую? Это общую Обшую учебку Это в городе Герои Севастополя На северной стороне Войсковая часть 34-305 Запомнил до сих пор Я прошел общую подготовку Это месяц, как обычно А после этой учебки Я уже сдал Принял присягу А потом пошел еще Учился в водолазной школе Это уже в городе Севастополе прямо И учился в водолазной школе И проучился еще и там Но это водолазные костюмы И все прочее Они современные были А тогда кусок свинца Туда на грудь, на спину Шлем такой Как только в фильмах В этих показывают Тут гайки крутили возле шеи Чтобы держался хорошо И ныряли там Ну, возле берега, конечно Там до 10-15 метров Там был для связи кабель какой-то И был шланг Откуда тут крутили И подавали нам в воздух Вот это как Наверное, до войны такого не было Но нас вот так учили Ну, а потом уже, конечно Был уже служил на судне Владыка, просто знаете почему? Потому что Насколько я знаю Что вы главный корабельный старшина Да, было такое Ну, а я вообще-то Старшина первого стиля Тоже запаса Потому что я тоже служил В военно-морском флоте А у меня получилось проще Когда меня пригласили в военкомат А я жил как раз Вот около военкомата Около Рыжкановки На Пушкине Угол космонавтов Мне спросили Вы любите утром есть хлеб с маслом? Я говорю Это да, флот три года Тем более морской паек Да, да, да И меня отправили в Севастополь И я служил Седьмой учебный отряд И мне адмирал Октябрьского Вот такой С огромными стенами Вот Впечатление Вот там я служил Там поручился полгода А потом на корабле Я служил и на БПК Очаков И на БПК Деятельный Я был командир отделения Радиометристов Штурманских Были боевые походы В Средиземном море Ну я бачу три Миноторпедисты А в это Миноторпеды, да? Вот И вы А вы сколько на корабле служили? Просто мне вот интересно У меня всего Три года Да Но дело в том Что наш корабль И не знаю По сравнению С таким же кораблем Такого класса Была Москва Но Москва не эта Которая сейчас утонула Москва та еще была Ну так И был Тогда Ленинград И Москва И они Практически Москва всегда В Северной бухте Блазировалась там И Что-то всегда Этот корабль мой Бывало, что Что-то ломался Не знаю почему Он даже горел Не знаю Все у него было И он бывал То постоит в бухте То выходим в море То отправляет В Николаев на ремонт Где-то месяц на три Потом снова Когда на ремонт Месяц на три Тогда я оставался На берегу В Севастополе 27.090 Такая войсковая часть Была Там Недалеко От Бонового склада И вот Бывало там И так что я Периодически Бывал на корабле Периодически На берегу На берегу Я не знаю За время моего Служения Там и два Капитана первого ранга Было Первый был Это Романов И второй Был Доубня Который уже Когда я уволился Он еще был И поэтому Я и так Бывал И так Бывал И там И там Так что Увидел все Какие у вас Впечатления Остались От службы В этом Морском Флоте Вы знаете Когда я Демизовался Уходил домой Я плакал Плакал Потому что Так Сдружился С ребятами Это было Время Советского Союза У нас Были Ребята Ну естественно Я с Украиной Украинцев Было много Были Белорусы Были Прибальтийцы Были Азербайджанцы Грузины Средней Азии Практически У нас Не было Не знаю почему А вот Из России Даже От Владивостока Оттуда были Ребята Которые Служили Со мной И у нас Такая Действительно Морская Дружба Была Так были Мы дружно Так хорошо И служили И радовались Всему И когда Приходили в отпуск Что-то Привозили С дома Всегда делились По-братски Все там Ну вы знаете Что привозили С дома И так Было Очень хорошо И поэтому Перед Увольнением В запас Ко мне Подошел Один Очень Хороший Капитан Третьего ранга Но я не знаю Почему Он уже был Постарше Еврей Павел Эйсман Фамилия Запомнил До сих пор Но я Не был Комсомольцем Я был Октябренком Я был Пионером На корабле Вы не были Комсомольцем Не был Комсомольцем И еще Несколько Ребят Не было Но Во время Службы Первый год Службы Он меня Пригласил И говорит А почему Ты не Комсомолец А я говорю Потому что Я из верующей Семьи Я ходил В церковь И больше До конца Службы Он ко мне Никаких претензий Не имел Я честно Служил Лычки Зарабатывал В отпуск Заработал Все было Все нормально Все хорошо И вот Служа На корабле Где-то Осталось Месяца Четыре И он Меня приглашает К себе Говорит Коля Вот Заканчивается Скоро Срок службы Ты хотел Быть Военным Человек Вот Ты можешь Поступить В Нахимовское Училище Которое Там В Голландии Как бы Назвали И Или же Мы отпускаем Тебя В отпуск И ты Возвращаешься Будешь Митчманом У нас Или же Ты Экстерном Сдаешь Минимум Офицерский Получаешь Зеленый Паспорт И уходишь Домой С Зеленым Военным Билетом А то есть Паспорт Военным Билетом Зеленым И звездочку Младшего Лейтенанта И вот Я согласился Сдать Минимум И Уволился Уже Ясно Что Основное У меня было Звание Главного Калабельного Старшина Но Получил Звездочку Маленькую И с этой Звездочкой Маленькой Вернулся Домой Но Потом Вторую Звездочку Третью Звездочку И все остальные Получил На протяжении До капитана Я когда приехал В Молдову Был капитаном И пока получил Это прошло Еще 15 лет А что Когда вы учились В семинаре Учились Тоже давали Воинские звания Я когда учился В семинаре Мне не давали А после семинаре Уже будучи Так сказать На приходе Когда уже был В епархии Тогда я уже Получил И лейтенанта И старшего лейтенанта А когда уже приехал К себе На родину На Украину Там получил Капитана И уже приехал Кишинев Был капитаном В войск Звездочек А вы на площадку Ходили на Минку Туда? А как же Это же Для нас радость Когда нам Объявляли Там Увольнение Мы всегда На катер С катера На графскую Пристань С графскую Пристань Возле дома Офицеров И на Минку А на группахте Не было К сожалению А может быть К радости Ни разу не был Я за всю армию Получил Только два Наряда Вне очереди Первый Получил В учебке Это будучи На северной стороне А почему Получил Я привык Как дома Когда идешь Кушать А там Как назывались На камбус Пошел на камбус И с ребятами Даже первые дни Не стал кушать А стал разговаривать С ребятами А тут Команда Встать Выходить Встроиться А я говорю Я же не покажу Один наряд Не очередь И ребята пошли спать Вечером А я с десяти И до двух часов ночи Разгружал уголь А второй раз Это уже На втором году Службы Ну Было такое Что поругался Интересная вещь Да Время проходит Уходил Я с удовольствием покажу все значки свои, и без козырка есть, и форма есть, все есть. Храню, вот, считайте, уже 50 лет. Ну да, это у меня тоже остались, у меня ленточка без козырки осталась. Уволился, и поскольку я до армии еще хотел быть учиться, быть ипподиаконом, то есть прислужником при архиереи на службе. Я был у епископа Черновицкого тогда, в Царство Небесное был епископ Феодосий. Он мне сказал, это советское время, говорит, чтобы у него не было проблем в армии, ты и отслужи, а когда вернешься, я тебя приму к себе. И получилось так, когда я уволился, а его тогда в советское время перевели из Черновиц аж в город Смоленск под Москвой. Я уволился в декабре месяце, в 73-м году, и вернулся домой, а мама говорит, Коля, говорит, владыку перевели в Смоленск. Не желаешь ты поехать к нему? Я говорю, желаю. И мы, я с мамой, поехали туда, он меня принял и сказал, пожалуйста, оставайся, подучишься, поступишь в семинарию. И я остался у него, был и по диаконам, старался уже учиться, и я не один был там, а там еще были ребята. Кстати, все были почти родом с Украины, один белорус был, один россиянин был. А нас было 7 человек с Украины, один с Белоруссией, тот. 9 человек там были, и проходили подготовку. Он на протяжении зимы организовывал своеобразные уроки по алтарю, по священному писанию, по всему, и рассказывал, что тут есть подготовительные такие курсы нам делать для поступления в семинарию. И когда летом настало время поступить в семинарию, а он нас не отпустил, говорит, давайте вы поступите лучше заочно, нежели вы будете учиться стационарно, и я останусь без вас. И так получилось, что я еще побыл немножко у него, и он мне руку положил в диакона. Я тогда поступил в семинарию, и уже поступил не на первый курс, а уже на второй курс, и стал учиться дальше. В какой семинарии? Тогда была Загорская семинария, но она назвалась Московская духовная семинария, сейчас Сергий Посад, там я учился в семинарии, а потом учился и в Академии тоже там. Владыка, давайте перейдемся на рекламу, потому что телевидение без рекламы никак. Конечно. Дорогие друзья, не переключайтесь. В гостях у нас сегодня в высокопревосвященство митрополит Кишиневский и всей Молдовы Владимир. Реклама на 21-м. Спасибо, дорогие друзья, что вы не переключились, остались с нами, и мы продолжаем наш вечерний разговор с его высокопревосвященством, митрополитом Кишиневским и всей Молдовы Владимиром. Владыка, так вот, вы поступили в семинарию, то есть в Академию, да? И уже стационарно там учились? Я также учился заочно. Я окончил семинарию заочно, потом поступил в Академию заочно, но в это время, когда я учился уже в Академии, я перевелся из Смоленска на свою родину в Черновцы. Поскольку епископа Смоленского, тогда Феодосия, он уже был архиепископом, его перевели для служения в Берлин. А ясно, что в то время он никого не мог с собой брать, только сам туда уехал. И вот я вернулся в Черновцы. Протодиакон был один, тоже с нами был, он вернулся в Черновцы. А еще один наш друг и земляк был отец Борис, потом он вернулся в Почаевский монастырь. Там остался, был рукоположен, и сейчас является митрополитом Тернопольским и Кременецким. Тернопольский, Кременецкий, Сергий. Это мой друг, с которым мы росли вместе, с которым мы учились вместе. И из наших коллег, которые мы были там, есть пять епископов стало. Из тех вот ребятишек все окончили духовный семинар и духовную академию. И служат, кстати, один, к сожалению, уже ушел из жизни, но он был постарше нас, он был болезненный такой, был епископом Ивано-Франковским и Коломыйским Тихон. Он служил и в Америке, в Никольском соборе, в Нью-Йорке. Он служил и в Канаде. Но, в конце концов, он остался на Украине и служил на Украине. Поэтому из нашего курса мы благодарны Царству Небесному митрополиту Феодосию, который потом стал митрополитом, епископом, архиевистом митрополитом. Он нас так подготовил, что мы, так сказать, вышли в люди. Лыка, а учиться было тяжело? Вы знаете, я очень любил историю с детства. А я даже со школьной скамьи очень хорошие оценки имел по истории, по географии, по астрономии, по всем. И когда поступил в семинарию, для меня не было тяжело учиться, поскольку я многое уже знал из жизни. Единственное, что у нас параллельно, что это история российского государства или Советского Союза тогда, и церковная, но не параллельно, что и там, и там были почти те же самые действующие лица. Если, допустим, он был в священном сане в истории государства, он не упоминался, что-то священник или епископ или кто, а говорил, вот такой по имени только называли. И поэтому для меня не было тяжело учиться. Тем более я воспитывался уже после армии при архиереи. Это каждый день мы бывали в соборе, это каждый день мы читали что-то, и было очень легко учиться. Я, бывало, за одну сессию сдавал по 9 экзаменов, по 11 экзаменов. Почему, что не весь курс сдавал за одну сессию? Не было тяжело учиться. Ну, тяжелее давалась догматика. Догматика, потом логика. Потому что приходилось думать логически, квадраты, все это. Ну, а уже историю государства легко было учиться. Конституцию освоил тоже, потому что в советское время это надо было учить и Конституции, и историю государства, и все прочее. И так оценки были по тем временам четверки-пятерки. Это нормально было. Сейчас бы они не хорошие были оценки. Ну, тогда были хорошие. Ну, тогда были девятки-десятки. Да, да. Так что хорошо окончил семинар, хорошо окончил академию. А каким образом вы вот в Молдавии получились? Я вам скажу. Я родился в молдавском селе, несмотря что это Украина. И я никогда в жизни не стеснялся говорить о том, что я молдаванин. Хотя в советское время многие скрывали. Даже родом были из Молдовы, я знаю некоторых священнослужителей, которые скрывали им, и они стеснялись своей национальности. Я не стеснялся. Я после того, как вернулся из Смоленска в Черновцы, епископ уже был, Царство Небесное тоже епископ в Орлаам, меня взял служить, поскольку я в Смоленске служил, в Кафедральном соборе, и был неженатым, то есть цельбатом. Он взял меня в Черновицкий кафедральный собор в честь святения Николая. Я служил там. Потом он ко мне присмотрелся и взял меня, назначил еще секретарем епархиального управления. И я совмещал службу и в соборе, и секретарем епархиального управления. Поэтому у меня времени свободно почти никогда ничего не было. Ну, конечно, работа в епархии была немножко более свободной. Не то, что вот как сейчас, очень много вопросов всякие. Епархия большая. Там епархия маленькая была. И приходилось вот так трудиться. И мне нравилось трудиться. И епископ заметил это, что вот я трудолюбив, любил порядок, чтобы был в канцелярии, в личных делах и все. И аккуратно, и все. Ну, это как бы получается, я хвалюсь, но так оно и есть. И тогда уже пришел другой епископ. Тот сменился. А я был рукоположен в сан целебатум, то есть неженатым. И когда пришел уже третий епископ в Черновце, он говорит, слушай, ты почему вот и не рыба, и не мясо? Или ты будь монахом, или ты будешь жениться, что ли? Я говорю, конечно, не буду, потому что нельзя уже. Говорит, давайте я построгу монахи. И вот были мои друзья, которые, говорит, давай будем постричься в монахе. Хотели постричься. А потом назначили нам день пострига 12 апреля. А мы как-то подошли к Владыке и говорили, а вы нас собираете в космос, запусить или что, 12 апреля. И что-то они, эти ребята, не захотели. Кстати, один из них так до сих пор не постригся в монахе, а другой вот стал епископом Ивана Франковского, и уже его нет. И меня тогда Владыка постриг. И хотел, поскольку я служил в Украине, хотел меня подать все документы, он и подал документы, митрополиту Киевскому, чтобы меня рукоположили в санепископа в Викарном к митрополиту Киевскому, к нынешнему патриарху Филарету, киевский патриархат. И когда документы были поданы все в Киев, для того, чтобы меня рукоположили, забрали туда на службу, тут как раз вот 90-е годы, и вы помните, что тут тогда было в Молдове, искали молдаванина, и все. И митрополит Киевский говорит, так у меня уже кандидат в епископ есть молдаванин. И поговорил, видимо, с моим епископом поговорил. А я в это время взял отпуск, и как было тогда в МОДе, поехал в Польшу и Чехословакию, это была еще Чехословакия, поехал туда. И когда вернулся, а уже три дня, как состояло заседание синода, и меня определили быть епископом Кишиневским и Молдавским. Я вернулся оттуда, а мне уже говорят, ты уже избран епископом Кишиневским и Молдавским. И так состоялась моя уже архиерейская хератония 21 июля 1989 году, и 27 накануне своего дня небесного покровителя князя Владимира я прибыл в Кишинев и до сих пор нахожусь в Кишиневе. Скажите, пастор, вы Кишинев любите? Люблю. Я люблю, я очень люблю Молдавию, или нынешнюю Молдову, поскольку очень добрые люди, очень трудолюбивые люди. И даже все хвалят, где я бываю за рубежом, говорят, мы приезжаем в Молдову, мы видим ухоженные сады, мы видим ухоженные виноградники, мы не видим людей, которые трудятся в поле, или в садах, или в огородах, но мы видим все ухоженное. И мне очень хочется нашему трудолюбивому народу помочь. И мы всегда стараемся, как можем, где можем подставить свое плечо, мы подставляем. Иногда бывает, что подчас нас, может быть, не слышат. Это другое дело. Но мне хочется своей стране, поскольку я хоть и родом из Украины, но уже 34-й год нахожусь в Молдове, мне очень-очень жаль, когда я слышу что-то плохое о молдавском народе, или не могу чем-то помочь. Мне очень хочется помочь. И мы, несмотря что у нас и зарплаты маленькие, и много вопросов есть, много проблем социальных есть, мы стараемся постоянно помочь своему народу. Начнем с того, что вот при Молдометрополии, это благодаря архиепископу Петру, Унгенскому, Неспоренскому, в Кишиневе у нас есть дом в честь святого Иосифа, где воспитываются дети полностью на нашем обеспечении. Я имею в виду на нашем, на церковном. То есть обеспечивает этот дом монастырь Хынковский. И они и кормят их, они и одевают их, они и заботятся о том, чтобы они учились, и все. И через эту институцию, можем сказать так, уже прошли многие, которые уже женились, у меня же свои детей уже имеют. А вот это получается типа детского дома, который содержит церковь? Много оттуда выходит священников или нет? Мало. Мало. Мало почему? Потому что мы, воспитывая их, даем им свободу. Что они хотят, куда они хотят. Они поступили и на исторические факультеты, и на математические, и на медицинские, и кругом везде. Но главное, что они получили духовную подготовку. И это для нас ценно. У нас даже вот в духовной семинаре, в духовной академии учатся дети, которые, получая диплом об окончании духовной академии, но он не идет по церковной линии, он идет, тоже поступает в разные другие институты, но он уже подготовленный человек, потому что наша молдавская земля, она с первого века христианства, когда еще апостол Андрей Первозванный посеял семя веры на этой земле, она сохранилась, даже несмотря на то, что были тяжелые времена, вот перед передачей говорили о турецком иге, во всем, и даже в те времена христианская вера на нашей земле сохранилась. А тем более, сейчас она приумножается, несмотря на то, что есть какие-то, ну, скажем, современные такие давления или веяния ветров, ну, скажем, прозападные, мы стараемся быть сплоченными и стараемся удержать нашу православную землю. А у меня к вам такой вопрос. Значит, по большому счету, Молдавия это вообще-то православная страна. В общем-то, у нас сколько, 93% православных в нашей стране. Они себя относят к этому проценту. Конечно, мне, как митрополиту, как архиерею, мне хотелось, чтобы это действительно были 93% действующих православных христиан. Но, к сожалению, есть и такие случаи, когда человек просто говорит, что он православный, но чтобы, так сказать, посещал хотя бы раз в три недели в церкви не бывает такого. Ну, бывает на Рождество, на Пасху, на какие-то большие праздники. Но дело в том, что православным называется тот, который живет православным, который соблюдает законы, который соблюдает посты, который радуется праздникам. И тогда этот человек считается православным. Поэтому еще в 90-х годах, когда у руля государства был господин Снегур, президентом страны, я к нему обратился и попросил его разрешить преподавать религию в школах. И ясно, что тогда был закон Божий. Закон Божий, религию, как хотите, назовите, но чтобы было присутствие священнослужителя в школе. Ясно, что и мы тогда были не совсем подготовлены, потому что тогда мы только открывали наши духовные школы. Но мы пользовались тогда учебниками, что было в Румынии. Мы оттуда брали, сопоставляли, составляли свои планы и преподавали, скажем, религию в школах. И в тех селах, где тогда вошел священник в школу, самые воспитанные дети, самая большая культура в этом селе, и нету никаких, ну, могу сказать прямо никаких, но нету нарушений законодательства, скажем, государственного. Очень воспитаны люди, и таких, конечно, немного у нас сел, потому что со временем потом изменили, сказали, почему мы должны преподавать религию в школе, давайте мы усугубим, улучшим преподавание, там, скажем, математики, истории или других предметов. К сожалению, вот это случилось. И поэтому в тех селах, вот еще повторяюсь, где преподавали с самых первых годов, с 90-х годов, вот там прекрасные эти села, их можно вот даже вам посетить, посмотреть, и увидеть действительно, какая любовь мы этими людьми в этих селах. И поэтому я хотел, чтобы каждый молодой человек получил духовное воспитание, а когда он подрастет, пускай он выбирает то, что хочет, хочет идти по этой линии дальше, но он подготовлен, он знает, что такое хорошо и что такое плохо. И поэтому люди должны знать свои корни. Я очень недоволен тем, когда иногда слышу, что должна быть полнейшая свобода, да, полнейшая свобода должна быть, но в каких-то все равно рамках должна быть. И мы, поскольку православная страна и корни наши православные, я думаю, что должны преподавать школе религию. Мне задавали вопросы, а если вот ребенок другой конфессии, мы даже этот вопрос тогда решили, сказали, если ребенок другой конфессии, во время, когда мы преподаем религию школе, может прийти пастор, может прийти ксенз, может прийти рабин, и с ним заниматься отдельно. Пожалуйста, мы не настаиваем на то, что обязательно должны только преподавать религию, скажем, православные азы. И были такие случаи, когда и дети другой конфессии с удовольствием слушали тот, что преподавал священник православный, или же учитель православия преподавал, и он внимательно слушал, потому что всегда он преподает добро, он не учит чему-то плохому. И поэтому он этот ребенок слушал и консультировался наверное с родителями, им нравилось. Но в принципе я вот насколько знаю, что у нас все-таки в стране огромное количество впервые люди пишутся, но посты соблюдаются у нас. Но это тоже мне кажется немножко показательно слишком. Люди говорят, я не ем мясо в пост, это неправильно. но мне кажется пост это должен человек свои помыслы обращаться к хорошему. Пост это воздержание, это не только воздержание пищи, это и от вредных привычек. И допустим человек вступает в пост, значит если он пьет три чашки кофе в удовольствие себе, ну пускай вначале одно отбросит, потом вторую и выпьет чашечку кофе. Это время воздержания от всего плохого. Если человек любит, как сейчас очень принято, у каждого мобильный телефон, и он может часами сидеть в интернете, разговаривать с друзьями по телефону, так почему бы в пост не оставить немножко телефон в стороне, взять книгу какую-либо, прочитать, может как-то подготовиться саму, любую книгу церковную возьмешь, прочитаешь и всегда что-то находишь новое. Я лично очень люблю в Великом посту, это передалось мне по наследству, моя мама любила читать и не только в посту в Великом, круглый год псалтирь. Я стараюсь, взял себе такие обязательства или послушания сам себе назначил каждую неделю прочитать один псалтирь с начала до конца. А вот в прошлом году получилось так, я хотел для себя посмотреть, за сколько можно прочитать псалтирь. Я за один день прочитал один псалтирь, за второй день второй псалтирь, за третий четвертый день третий псалтирь, еще два дня осталось, за неделю прочитал четыре псалтиря. А для чего это сделал? Потому что подчас бывает мне, как и администратору, приходится иногда, так сказать, наказать священнику. А священнику лучше всего наказать, чтобы он что-то читал, чтобы он углублялся в вере. А если ты дашь только ему поклоны бить, он будет поклоны бить, чаще всего священнику то диабет, то сердце, то давление, что-то есть, и он будет бить, а потом еще сильнее заболеет. А пускай он поклоны бьет, сколько он может бить, но он пускай читает священное писание, пускай читает псалтири, пускай читает жития святых. Для чего? Он должен всегда быть подготовленным, потому что священнику надо проповедовать. И не надо на каждую службу одно и то же. Ведь календарный год, он повторяется. Те же самые праздники, те же самые дни, но священник не будет каждый год только одну евангельскую тему проповедовать, что было, что он должен что-то человеку говорить современное. Он должен со со своими прихожанами общаться на современном языке, чтобы каждому верующему христианину было понятно. И старшему поколению, чтобы было понятно, и молодому поколению, чтобы было понятно. И чтобы он мог какие-то примеры привести из жизни на современный язык. И тогда, конечно, ему будет интересно и посещать церковь, и приходить в церковь, и исповедоваться, и причащаться, и все прочее. Поэтому сейчас священник у нас должен быть всесторонним, развитым, и подготовленным и буквально по церковной линии, а также должен быть и архитектором, и иконописцем быть, и менеджером хорошим быть, и все. Почему? Он должен быть все знать и все уметь, для того, чтобы привлечь людей к церкви. А привлечь к церкви для того, чтобы можно содержать эту церковь. Церкви, построенные людьми, в селе, в городе, но в свое советское время они были национализированы, и они перешли в ведение государства, то есть стал памятником архитектуры. А если он стал памятником архитектуры, значит, он принадлежит государству. Мы теперь эти церкви получили в пользование, и государство нам больше ни в чем не помогает для того, чтобы отремонтировать церковь, для того, чтобы содержать эту церкву. И поэтому мы думаем о том, как людей привлечь, мы думаем о том, какие свечки продавать, какие иконочки продавать, для того, чтобы что-то собрать, содержать эту церковь, оплатить все коммунальные услуги, а также, чтобы оплатить и зарплату и священнику, и всему обслуживающему персоналу в церкви. Мне подчас ставят вопрос, говорят, владыка, почему такие большие цены на свечи, на книжки, на иконы, на требы? Человек приходит в церковь, допустим, на требы. Ну, скажем, на крещение. Он приходит не каждую неделю, не каждый год, может, приходит. Он изредка приходит. И мы эти деньги, которые берем, мы не просто берем их в карман, а мы содержим государственное здание и зарплату платим и священникам, и всем церковным служащим, и церковным работникам. И, кстати, у нас зарплаты небольшие. У священников, вот даже в соборе у меня, 4 тысячи лев. Это зарплата священника. Те другие, даже певцы, которые есть, там и по полторы тысячи получают, и по две тысячи получают, но в городе жить на этом невозможно. Поэтому и приходится родители, кто-то там из села кабанчика заколит, что-то дадут детям сюда, картошку собрали, дают сюда. Поэтому священнослужители подчас говорят о них о том, что вот они самые богатые, чтобы они на больших машинах катаются и все прочее. Да, священники имеют машину, но он, если вы заметили, они очистили Европу, и, может быть, машина какая-то большая, но она куплена за 2-3 тысячи, 4 тысячи, там, долларом, и он на этой машине есть. Да, она красиво выглядит. И даже меня иногда в этом направлении критикуют. Почему у Митрополита вот такие красивые машины? Я всегда отвечаю. Во-первых, я никогда в Митрополии не покупал ни одну машину. Все машины, которые имеются в Митрополии, о нас вот зрители слушают, мне были подарены. Лично мне, будь то руководством страны, будь то бизнесменам или кем, но я в свою очередь дарил их Митрополию. И вот у меня сейчас 2 машины, они красиво выглядят, но им уже по 12, по 14 лет. И я на этих машинах езжу. Но я даю такой тоже вопрос. Мне говорят, Владыка, а почему у нас столько бедных людей, а вы на такой машине ездите? Я говорю, бедные люди еще при земной жизни спасителя. А они были на земле. И с тех пор до сегодняшнего дня они есть, они и будут. У одних действительно какая-то трагедия в семье, а у других, может, образ своей жизни. Есть и такие люди. И если даже я свои машины продал и раздал все нищим, все равно нищие будут. Но я стараюсь по-другому, я стараюсь этим людям помочь. Поэтому при митрополии действует еще дом княгини Елизаветы, которым вчера исполнилось 7 лет существования. И мы каждый божий день стараемся кормить наших, ну, скажем так, как мы называем их, бомжей. Это вот есть рыночек этот возле Этернетати, мы называем его птичка. И каждый день мы там кормим людей от 100 до 150-180 вот в обед, если будет время, приходите туда и посмотрите. И мы, это наша молдавская метрополия кормит. Плюс еще где-то 40-50 этих пайков мы разносим по домам. Мы стараемся их одевать, мы стараемся их обувать, даже я лично стараюсь каждый год где-то на 100-120 человек покупать им обувь. Ну, обувь, конечно, не люксовскую, а вот такую прорезиненную с этим самым, как она называется, внутри, с таким мехом, чтобы им было тепло. Вот это мы стараемся, а нас все равно критикуют. Ну, это человеческий язык такой. Скажите, пожалуйста, вот, по большому счету, наша передача будет 19-го, это крещение. Да. Вы были в реке Иордан? Я был много раз посещал Святую Землю Израиль и посетил ее последний раз, это в декабре месяце 2022 года и также окунался в водах Иорданских на том месте, где крестился сам Господь наш Иисус. Я тоже в этой воде тоже окунался в эту воду. В общем, это интересное чувство там тебя охватывает, когда вот ты стоишь в этих храмах, там, где гроб Господен, все, там, честно говоря, такое ощущение, такое непонятное, для меня непонятное, там, видимо, высшая сила какая-то чувствуется. Действительно, высшая сила есть. И есть вот три сверхъестественных события, которые на Земле бывают, которые может видеть каждый из нас, если он только желает. Это схождение благодатного огня накануне праздника Пасхи Христовой. Это в храме гроба Господня. Я там был много раз, много раз привозил благодатного. Вы же гон привозите в Кишина. Да, да, да. И я был. Вот одно чудо есть. Второе чудо есть, это на реке Иордан, когда освещается вода. И вот патриарх Иерусалимский опускает деревянный крест, не серебряный, или какой-то, деревянный крест в реку Иордан, и совершается какое чудо. Останавливается вода, и если она течет из Галилейского моря в Мертвое море, она останавливается, получается, ну, своеобразная волна какая-то своеобразная, и Иордан возвращается вспять, как написано в Священном Писании. Течет в обратную сторону. Чудо, которое каждый человек может видеть. И третье чудо есть, которое тоже каждый человек может видеть, это на Фаворской горе праздник преображения Господня, 19 августа, там все лето чистое, чистое небо, совершается богослужение на этой горе, и 19 августа нисходит облачко, только над этой горой, и все люди это облачко видят. Вот это доказательство того, что наша православная вера правильная, это доказательство, что и благодатный огонь, и все это совершается только у православных архиереев или православных священнослужителей. А в всем это может видеть каждый человек. Ну вот сейчас крещение, да? Да. То есть мы по большому счету каждый православный должен пойти окунуться в прорубь. По большому счету каждый человек должен подготовиться к этому празднику, должен очиститься от своих грехов, которые он постоянно делает, к сожалению, это у нас бывает, и подойти это не обязательно, он должен окунуться. Накануне крещения в сочельник совершается освящение по чину, великое освящение воды, и в самый день крещения также совершается чин великого освящения воды. Для нас главное это упоминание крещения самого Господа нашего Иисуса Христа. В первые века христианства эти праздники Рождества и крещения были вместе. И мы знаем о том, что в праздник крещения Господня явилась Святая Троица. Поэтому этот праздник еще называется не просто крещение, а этот праздник еще называется Богоявление. Потому что Сын Божий был в водах ярданских голубей. Святой Дух не сходил и услышали голос Божий, который сказал «Это есть мой Сын возлюбленный, о которых я благоволил». И это является и люди увидели и Святую Троицу. И поэтому они должны получать эту ярданскую воду. По нашему учению церковному вода в этот день освящается везде. Все водные естества освящаются молитвой священнослужителей и крестом Господним. А то, что мы идем купаться в прорубь, это не обязательно. Некоторые говорят о том, что вот я был на речке, я был на озере, я окунулся, и некоторые, ну, ясно, что мы на Иордане тоже так делали, окунулись три раза, и они как бы ставили уже безгрешными. Грехи у нас остаются, мы должны их исповедовать, мы должны изменить свою жизнь, и тогда грехи через покаяние, через притяжение прощаются. Но это очень хорошие обычаи, приятные обычаи, что на Иордан люди идут, будь то на речку, будь то в прорубь где-то, в озеро окунаться. А в бассейн можно? Где? В бассейн. Можно хоть где. Только если его священник... Где можно, но желательно, чтобы в этом бассейне уже как-то сохранялось место чистым. А если мы купаемся, купаемся, налили воды, потом снова то же самое, это не много. Мы должны к святости по-другому относиться, мы должны почитать эту святость. И, кстати, вот та вода, которая освещается на крещении, она хранится долгие годы. Лично у меня я имею каждый год или в баночке, или в бутылочке, и они... Может быть, какой-то осадок садится, потому что вода не всегда чистая в городе, но она не портится. Вот тоже чудо. Это чудо, да? Да. А, Владыка, тогда вы можете тогда уже раз вы тут и, будем говорить, вещает перед нашими телезрителями, поздравить с крещением православных христиан, православных жителей нашей страны, потому что, действительно, не каждый раз митрополит может благословить. Это же тоже большая вещь, редкая вещь, в общем-то. Не редкая вещь. Когда, куда меня приглашают, я с удовольствием не могу поздравить. Тем более, в кафедральном соборе или в церкви, где я служу. Дорогие во Христе братья и сестры, я всех поздравляю вас с праздниками, которые и прошли уже Рождество Христово, Василия Великого, и вот наступает праздник, или уже наступил праздник Крещения Господня. Эти все праздники, они для нас, для того, чтобы мы задались вопросом, а что означает этот праздник? И мы всегда находим ответ. Этот праздник является двунадесятым, великим, поскольку в этот праздник крестился, от Яна Крестителя, сам Господь, наш Иисус Христос. Крестился тот, который не нуждался в этом крещении, но он нам показал путь, как мы должны идти и как мы по своей жизни должны пройти через все ступеньки, чтобы очистить свою душу, очистить свою плоть и вновь приблизиться ко Христу. И я надеюсь, что праздник Крещения Господня, каждый из вас, приходя в церковь, соумилением сердца, будет молиться и молится и призывает Святого Духа, Святую Троицу, которая показалась в этот праздник на себя, для того, чтобы легче при помощи Божьей пройти свою земную жизнь. И если мы пройдем нашу земную жизнь по западям Господним, мы будем соблюдать, конечно, тогда и законы страны, а соблюдая эти законы и те, и другие, мы становимся истинными сыновьями Божьими. Мы становимся ближе друг к другу. Мы становимся добрее. А Господь наш и призывает к тому, чтобы мы были добрее, чтобы мы творили добрые дела, чтобы мы помогали нуждаемшимся. И если мы все будем это выполнять, тогда и мы поистине будем называться сыновьями и дщерями Божьими. Поздравляю с этим праздником великим. Желаю, чтобы Господь вас сохранил на многое и благая лето. Спасибо вам большое. Большое вам спасибо. Это благословение уже, да, вы делаете? Спасибо, Господи. Пусть Господь благословит всех нас на все добрые дела, на все дни нашей земной жизни. Спасибо. Большое вам спасибо, дорогие друзья. То, что и вы сегодня как раз получили благословение от митрополита Кишиневского и всей Молдовы Владимира. За то, что вы смотрели. Еще раз с праздником. И Бог хранит нашу страну. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Дай Бог. Большое вам спасибо, Владыка, что вы пришли. Спасибо. За то, что богословили. И до свидания. До свидания, дорогие друзья. Всего вам самого лучшего. С праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова